Дорогие друзья! Дорогие друзья! Всем большой привет! С вами канал СуперОтпуск. Света, Паша и наш друг Буян, который не может совершенно не участвовать в съемках, и стоило нам начать, как он тут же подошел. Да, Буян? И сегодня, друзья, у нас будет интересная тема. Я расскажу, как у меня получилось в первый раз, я делаю это в первый раз, начеренковать гортенди. Более того, она у меня дала корешки, и вот сегодня даже буду пересаживать уже в емкости побольше. Дело это оказалось совершенно несложное, хотя я очень долго почему-то этим не занималась. Мне казалось, что черенковать достаточно сложно. Но, друзья, как выяснилось, черенковать гортензию, ну, на самом деле, проще некуда, как выяснилось. Немножко этот ролик выходит с опозданием. Я не снимала в тот момент процесс, когда я черенковала, потому что не была уверена в результате. Ну, сейчас, да, поделилась с вами в одном из своих предыдущих видео, вот показала свои черенки, как они все прекрасно у меня укоренились. И вы попросили меня все-таки снять видео о черенковании, несмотря на то, что уже сентябрь. Вот, я расскажу вам, как я это сделала. А, в принципе, друзья, еще и не поздно, потому что я черенковала зелеными черенками, но на крупнолесной гортензии, друзья, еще полно зеленых черенков. Поэтому вы, конечно, можете попробовать, потренироваться. Буян подтвердил, чухнул, что это совершенно несложно. И я уверена, что у вас тоже все получится. Итак, накрываем свои череночки, которые у меня уже имеют вот такие большие-большие корешки. Видите? Вот сейчас я буду все пересаживать. Но я их пока накрываю, пусть они стоят. А мы пойдем с вами, друзья, я покажу, как я брала черенки. Какую часть лучше всего брать на черенки, чтобы у вас был, ну, прям вот у меня стопроцентный результат. Давайте начнем с крупнолесной гортензии. Ее черенковать проще всего. Она прям очень хорошо укореняется. Мне кажется, даже вот, ну, просто без проблем. Но надо знать, какие части гортензии брать на черенки. Друзья, я черенковала с верхушечных побегов. Вообще, черенкованием лучше заниматься в тот момент, когда у вас только начинают расти вот такие новые побеги. Но в чем здесь сейчас заключается ситуация? У меня вот эта гортензия крупнолесная, это гортензии сорта бесконечное лето. И сначала вот эти все шапки цветов, которые вы сейчас видите, да, они у меня возникли на побегах прошлого года. Но сейчас, друзья, активно нарастает вот именно побеги этого года. Видите, какие активные и даже вот готовится цвести. И вот сейчас опять-таки самое время, собственно говоря, черенковать эту гортензию. То есть только-только начинают распускаться бутоны. У нас такие хорошие зелененькие побеги. И вот что мы делаем, друзья. Мы берем верхушечную часть. Ну, вот предположим, вот вроде бы жалко брать, но возьмем. Итак, вот верхушечный побег, друзья. Как мы срезаем? Смотрите, берем, например, два-три междоузлия. Я брала, мы его сейчас еще дополнительно черенки порежем. Вот раз междоузлия, два междоузлия. И даже верхушечка прекрасно укореняется у крупнолистной гортензии. Для этого я делаю срез вот так. Вот такой побег я взяла. И сейчас я его разделю на целых три побега. Ну, вот это что касается крупнолистной гортензии. Сейчас с вами будем делать из нее черенок. И я вам покажу, как это делать. Кстати говоря, вот, друзья, вчера снимала видео об осеннем уходе за гортензией. И вот обязательно сейчас надо все обработать от вредителей и от болезней. Вот смотрю, какие-то мошки непонятные осенние, вот на тыльной стороне листа. Вот видите, убираю их. Так что обрабатывайте свои гортензии, пока не поздно, чтобы они у вас были в хорошем виде. Так, ну и пойдемте покажу, что можно взять у метельчатой гортензии. И хочу взять черенки еще от моей красавицы, друзья. Лаймлайт. Это метельчатая гортензия. Сейчас будем ее черенковать. Я уже тоже черенковала. И тоже все черенки у меня 100% учеренковались, да, можно сказать, дали корни. А вообще, вот чем черенкование хорошо, да? Совсем такой малый затратный способ, только что вы энергию свою на это затрачиваете. Но смотрите, как дорого стоит гортензия, на самом деле, да. Если, конечно, покупать где-то по почте, там, в питомниках маленькими-маленькими череночками, то еще какие-то это приемлемые деньги. А если, да, покупать сразу такими более-менее приличными растениями, которым хотя бы года, там, три-два, то это вообще, не знаю, каких-то баснословных денег стоит. И всегда хочется, да, вот из куста, вот из такого, ну, просто начеренковать и рассадить по всему участку, да, там, за изгородью, может быть, даже кто-то украшает зону. Почему нет? Поэтому, друзья, пробуйте черенковать, не бойтесь. Я уверена, у вас все получится. Итак, что мы берем у метельчатой гортензии? Смотрите, здесь есть такие боковые побеги. Если у вас такой широкий куст, дело в том, что куст гортензии, он не обязательно может быть широким, все зависит от того, как вы его формируете. Вот я брала, смотрите, вот у меня прям живые срезы. Это вот я брала на предыдущее черенкование. Вот, пожалуйста. То есть я тоже брала верхушечные побеги. Смотрите, вот то же самое. Здесь, правда, у нас междоузли не такие большие, как у крупнолистной гортензии. Они здесь поменьше, черенки тут меньше. Ну, берем. Вот так вот возьму. Вот такую веточку. И здесь у меня сразу будет 1, 2, 3, 4 черенка точно. Пойдемте, друзья, будем обрезать на черенки. И покажу вам, как это правильно делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, начнем. Вот, смотрите, да, начнем с крупнолистной гортензии. Поскольку она покрупнее, на ней просто удобнее показывать. Для черенка нам надо всего лишь одно междоузли взять. То есть не надо брать 2-3 черенку, будет тяжело прокармливать такую массу. И достаточно взять вот буквально одно междоузли. Смотрите, вот берем первое междоузли. Что мы делаем? Мы вот тут, на расстоянии где-то сантиметра, делаем прямой срез. Вот так. А вот в этой части, где-то на расстоянии, ну, как у вас получится? Тут, знаете, может быть и 2 всего сантиметра остаться, может и 3, может и 4, и 5. Берем вот такой срез. Толстый, конечно, побег. Вот так вот. Вот это у нас готовый череночек. И, друзья, что мы делаем дальше? Смотрите, какие огромные листья, да? Вот этот черенок у нас не сможет обеспечить влагой и кормом вот такие огромные листья. Что мы делаем? Отрезаем. Отрезаем. Даже еще можно. Вот прям буквально немножко оставляем, вот прям все покромсало. Ну, тут надо совсем чуть-чуть для фотосинтеза. То же самое здесь. Потому что листья очень большие у крупнолистной гортензии. И тут просто их не прокормить. Вот, пожалуйста, готовый к укоренению череночек. Дальше. Откладываем. Берем дальше. Смотрим, что мы еще с него можем взять. Вот еще один черенок берем. Точно так же над верхушкой отрезаем где-то на сантиметр. Здесь делаем прямой срез. А вот эту часть, которая осталась, вот так вот по косой. Все. И опять обрезаем листочки. Пожалуйста, второй черенок у нас тоже готов к укоренению. Откладываем. И третий у нас будет верхушечный. Очень легко укореняются верхушечные побеги. Хотя кто-то, вот я читала, говорил, что да нет, вот верхушечные нельзя укоренять. Ничего подобного. Очень легко укореняются. Не хуже, чем вот эти. Что мы здесь делаем? Ну, здесь вот после нижнего междоузли, видите, вот такое вот маленькое расстояние. Но попробуем все-таки что-то сделать. Потому что у меня укоренились. Вот так вот. Чуть-чуть косой срез. Здесь обрезаем листики боковые. И что сделаем с верхушечными листиками? Обрезаем их полностью, друзья. Вот так. Вот, пожалуйста, маленький череночек, но все-таки он есть. Это вот у нас получилось три черенка крупнолистной гортензии. Откладываем. Выбрасываем листья. И сейчас будем черенковать гортензию метельчатую. У метельчатой гортензии точно такой же принцип, по которому мы делаем черенки. Но смотрите, вот я смотрю на эту веточку. Вот в прошлое мое черенкование, знаете, у меня прям такие вот гибкие зеленые веточки были. Вот как вот эта часть. А вот здесь, я смотрю, уже такая веточка полуодревесневевшая. Но я попробую тоже ее укоренить. Укорениться так укорениться. Но вот эта зеленая часть укорениться точно. То есть вот такая вот она веточка уже, знаете, такая полуодревесневевшая. Но я где-то читала, что как раз это самые лучшие черенки получаются вот из таких веточек. Напишите, если вы пробовали, будет очень интересно почитать. Итак, то же самое, смотрите. Вот делаем первый черенок. Верхний срез у нас прямой. Укорачиваем листики. Тоже большие листья нам здесь не нужны. Вот, буквально. И нижний срез делаем по косой. Готов череночек. Вот даже не верится, да, Паш, что из таких черенков вырастают огромные кусты? Ну да, я, в принципе, далек, мне кажется, от этого совсем не верится. Я представить не могу. Ну вот только что я показала, друзья, уже даже новые листья начали расти. То есть все в порядке, все можно сделать. Так, следующий черенок. Опять вверх по прямой, низ по косой. И укорачиваем листики. Можно, кстати говоря, два листика оставлять, третий убирать. Можно и так делать. Достаточно двух листиков. Дальше. Третий черенок. Вот тут прям много черенков получится. Вот, пожалуйста, то же самое. Низ по косой. Вверх укорачиваем. Пожалуйста. И последний у нас верхушечный побег. Ну тут прям совсем маленькое расстояние от междоузли. Не знаю, друзья, получится или нет, очень маленькое расстояние, но попробуем. Я в прошлый раз тоже, когда их укореняла, я думала, неужели с ней что-то получится. Они такие маленькие, и вы представляете, все получилось. Так, и верх полностью срезаем. Вот, пожалуйста, еще один черенок. Только вот нижний срез по косой. Вот так. Так, что делаем дальше? Дальше. Берем кружку с водой или в баночку, что вам интересно. Вот у меня здесь воды достаточно много. Мы сейчас будем сюда ставить наши черенки. Но, смотрите, когда мы будем ставить воду, нам не надо, чтобы листья были в воде. Вот посмотрите, вот так примерьте, поэтому я сейчас водички отолью. Надо, чтобы только вот эта часть была в воде. Понимаете? Вот. Поэтому сейчас я чуть-чуть отолью воды. Слушайте, на улице такой ветер, я боюсь, что мои черенки сейчас улетят, Паша. Давай я их вот сюда сложу. Вот. Гуяну дай, чтобы он подержит. Да, Гуя сейчас подержит. Хочет участвовать в съемках, да? Смотри, как прям тоже кого-то наблюдает. Прямо учится, друзья. Учится вместе с вами. У меня еще один ученик, да, это же хотела сказать. Итак, друзья, что берем дальше? Берем корневин. Я рассказываю, как делала я, это мой опыт. Если вы делаете по-другому, у вас все получается, пожалуйста, пишите в комментариях. Вот буквально на кончике вот так вот корневинчика беру. Но водички у меня мало, поэтому прям чуть-чуть. Друзья, я все делаю на глаз, я ничего не отмеряю. И в водичку. Кстати говоря, забыла сказать, что черенки мы берем либо рано утром, либо вечером. Вот. И дальше ставим в водичку. Вот так вот опускаем в водичку. Все эти череночки. И смотрите, что оставить их надо... Ну вот опять многовато воды, сейчас буду опять отливать. В общем, надо, чтобы вот так стояли, друзья, чтобы не касались листьев. Вот так вот. Черенок у вас должен быть в водичке. Так, ну опускаю все. Рекомендуется, чтобы у вас черенки постояли в воде, ну, желательно несколько часов. Часов 5-4 часа, можно на сутки опустить. Я вам сейчас расскажу, друзья, про свой опыт. У меня было так много дел. Работа, съемки канала, уборки в саду. Вот, пожалуйста, поставила. И я вот таким образом начеренковала, поставила на окошко, друзья, и забыла про них на неделю. Вот прям в таком виде. Они у меня и стояли. Ну, я смотрела, вода вроде есть. Пусть стоят некогда. Честно говоря, и не сильно верила в успех предприятия. Думаю, зачем я их начеренковала? Наверное, все равно ничего не получится. Да и времени не было. Но потом прошла неделя, возможно, даже чуть больше. Я нашла время и думаю, нет, да, я все-таки их в землю воткну. Получится? Получится. Не получится? Ну и не получится. Не так уж и жалко. Вот. И буквально они у меня стояли целую неделю. Только после этого, друзья, я их начала высаживать в землю. Поэтому, если даже они у вас чуть перестоят, не бойтесь. По моему опыту ничего плохого с этим не случается. Итак, отставляете. Можете на сутки отставить, на окошко. И на следующий день начинаете высаживать. Что мы для этого делаем, друзья? Мы берем контейнер. Ну, я взяла вот такой. Вот, как вы видите, все мои предыдущие черенки, они вот в таких контейнерах. Чтобы нам удобно было, во-первых, их туда поставить все. Смотрите. Вот. Вот, кстати говоря, смотрите, конденсат надо убирать. Это вот от конденсата. Вот имейте ввиду. Это вот от конденсата. Я сейчас буду пересаживать, обрежу эти части листочков. Потому что здесь будет мокрый, конденсат будет стекать. И смотрите, вот у меня тут сразу несколько, пять черенков уместилось. И сверху я это все накрывала пакетом. Ну вот сейчас я тоже взяла вот такой контейнер. Обязательно делайте дренажные отверстия. Обязательно. Тут вот Паша сделал такие большие, что даже дно продырявил. Видите, что Паша сделал, друзья? Ну, Паша старался. Вот. Переборщил. Переборщил, да. Тут, я говорю, достаточно было такие широкие дырки вообще одну сделать. Ну, Паша, видите, от всей души. Что я делаю? Ну, мне жалко контейнер-то. В общем, беру бумажку. Я часто так делаю, друзья, когда с дырками что-то идет не по флану. Я просто вот на эту дырку кладу бумажку и все. Ну, конечно. Ну, а чего? Вода она найдет себе через бумагу. Сейчас вот туда. Вот так вот. И все. И прекрасно насыпаю дальше землю. Так что исправляем ситуацию Пашину. Пашину буянил. Пашину буянил, да. Укладываем бумажку, в моем случае, на дно. И, друзья, дальше мы берем... Я черенковала в кислый торф. Кислый-кислый торф. С кислотностью 3-3,5, по-моему. Кто-то черенкует, друзья, в перлит, вермикулит. То есть вместе такую смесь делают и даже без земли. И тоже прекрасно получается. Но тут, я думаю, просто у кого как получается. У меня вот получилось землю. Я показываю, как это делать в землю. Торф, он достаточно рыхлый. Это рыхлая такая субстанция. Здесь главное, знаете, чтобы у вас такая рыхлая среда была. Вот. И еще знаете, что я сделала? Для того, чтобы еще побольше его размягчить. Так как у меня не было в тот момент перлиты, вермикулиты. Я же говорю, я не верила в успех этого предприятия. Я просто подошла к своему большому можжевельнику. Вот такому, да. Блю свит. И просто-напросто вот собрала с него вот таких иголочек. И чуть-чуть землю ими разрыхлила. Ну, здесь сейчас надо их просто вот так размягчить. Видите? На самом деле, это хорошая органика. Вот здесь нет никаких червяков, ничего. То есть, я его не с земли подобрала, а просто вот такие чуть-чуть ободрала с веток. Вот так вот рукой провела и вот это все сухое сняла. И вот сейчас я на такое ведро вот эти иголочки, друзья, перемешаю. И они будут давать необходимую, во-первых, подпитку органическую, хорошую, рыхлость и кислотность. И вот так вот я с кислым торфом это все перемешиваю. Можете добавить перлит, вермикулит, да, кто-то еще какие-то добавляет добавки для того, чтобы разрыхлить почву. Ну, в любом случае, торф, мне кажется, можно вообще ничего не добавлять. Вот этот торф, если вы будете покупать, именно кислый торф, он очень рыхлый. Поэтому воздуха тут достаточно и будет неплохо нашим череночкам. И так насыпаем. Ну вот сделала такую рыхлую субстанцию. Что мы делаем дальше, друзья? Дальше проливала я водой. Но все мы знаем, что когда мы высаживаем, да, высеваем семена на рассаду, мы стараемся пролить каким-то фунгицитом. Да, ну вот мне нравится фитоспорин. Поэтому я в прошлый раз точно так же не поленилась, друзья, и развела фитоспорин. Поскольку если этого не сделать, то может возникнуть грибок, будет плесень, и все пойдет на смарку. Поэтому обязательно я вот уже развела здесь фитоспорин. Тоже, друзья, на глаз меня спрашивали, как вы разводите фитоспорин. Да точно так же на глаз. Беру на кончике ножа, вот на такую лейку. Размешиваю, да, настаиваться там час или два. И, собственно говоря, поливаем. И вот так вот хорошо проливаю. Я всегда хорошо проливаю землю, но потом мне хватает этой влаги на очень долгое время. Так что я вот так проливаю, чтобы она хорошо пропиталась водой, вся земля. И оставляю чуть-чуть постоять, чтобы вот так вот у нас все пропиталось. Вот видите, сейчас все пропитается, стечет вода и будем высаживать наши череночки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, смотрите, водичка стекла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что делаем дальше, друзья? Еще раз берем корневин. Перед тем, как мы будем высаживать наш череночек в землю, мы его будем окунать вот кончик в корневин. Но, смотрите, окунать-то мы окунаем, но если мы его вот окунем и просто так засунем, то весь этот корневин у нас останется в земле, а не на черенке. Но для этого есть такая хитрость. Можно это делать карандашом либо ручкой. Мы сначала проделываем дырочку. Видите? В земле. Вот так. И теперь опускаем в эту дырочку вот такой опудренный череночек. Ну, желательно, конечно, их немножечко под углом располагать. Вот. И что мы делаем? Аккуратненько со всех сторон прижимаем. Точно так же мы поступаем и со всеми нашими остальными череночками. Еще один. Вот этот поменьше черенок окунаем, опудриваем и на место прижимаем. Вот так. И приминаем. И таким образом, друзья, высаживаем вот так вот все наши череночки. Ну, и осталась у нас метильчатая гортензия. Тоже сейчас мы ее посадим. Так, ну вот это совсем малышка, даже не знаю, что из него получится. Ну, покажу вам. Покажу вам результаты именно вот этого черенкования своего. Будет даже интересно посмотреть, выйдет ли что-то вот из такой маленькой малышки. Ну, кстати говоря, не исключаю, что и выйдет. Когда не ждешь ничего, оно как раз все и получается, как у меня в этот раз и получилось. Ну, вот так. Смотрите. Ну, вот эти у нас маленькие были расстояние до первого междоузлия. Поэтому они где-то у меня практически все заглубились. А вот тут вот, например, я заглубила только часть большого череночка. Ну, и последний остался. Этот как раз, знаете, такой более одревесневевший. Я его тоже сейчас высажу. Будет посмотреть интересно на результат. Так, ну вот, пожалуйста. Вот что у нас сейчас получилось на данном этапе. Клумбочка такая хорошая. Такая клумбочка, да. Всем их прижали чуть-чуть, да. Землю утрамбовали вокруг них. И что делаем дальше, друзья? Сверху не прыскают. Я приготовила для другого. Сверху, друзья, накрываем пакетом. Так же, как мы это делаем в случае, когда мы высеваем рассаду. И вот я одеваю такую резиночку, чтобы плотно прилегало, чтобы не было воздуха. Там должна быть, друзья, сейчас стопроцентная влажность. Единственное, что мы делаем каждый день. Мы переворачиваем эту пленку с другой стороны. То есть не позволяем конденсату сильно капать на наши вот эти вот зеленые листочки черенков. Потому что в противном случае они у вас начнут чернеть и начнут такие необратимые процессы с гнилью происходить. Поэтому конденсат обязательно каждый день протираем. Мы их сейчас не проветриваем. Их не надо проветривать. Прям каждый день быстренько подошли. Поменяли другой стороной пакетик, либо другой взяли и опять поставили. И, друзья, надо поставить не в солнечное место. Например, это какой-то, пусть у вас будет северный подоконник. Северное окно, либо восточное окно. То есть не южное, не западное, не там, где постоянно шпарит солнце. И оставляем. Друзья, каково было мое удивление, когда буквально, наверное, на четвертый день, после того, как я их высадила, я увидела у крупнолистной гортензии корешки, вот эти белые корешки, которые я вам сейчас покажу. Которые просто были в каком-то огромном количестве. И я просто была очень сильно удивлена. Вот, посмотрите. Мне даже пришлось срочно подсыпать землю, потому что корешки просто поперли. Вот, посмотрите. Они просто стали расти по всей поверхности вот этого побега. И я просто сюда уже очень много земли даже подсыпала. Вот, посмотрите. А то, что, например, вот на этом череночке уже стали развиваться вот такие листики из междоузли, это говорит о том, что отлично, отлично черенок развивается. И вот сейчас, друзья, я вам покажу, как я их буду пикировать, пересаживать в более большие горшочки, для того, чтобы они дальше продолжали свою жизнь, выросли. И на следующий год я, возможно, их уже высажу на постоянное место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, насыпала стаканчик. Что делаю дальше? Поливаю. Но здесь, друзья, сейчас я посмотрю. Не буду поливать много. Во-первых, сейчас посмотрю, как мне тут взять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот он какой. Ох ты уже как, к нему налипла, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот они, вот они, корешочки. Вот они. Желательно, конечно, вот с этой земелькой. И высаживаем в новое место, чтобы было больше сил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот никогда не думала, что крупнолесная гортензия такая легкая в черенковании. Практически с одним черенком закончили. Чуть-чуть слегка еще пролю по краешку, совсем немножко. И ставлю в нашу коробочку. И вот так пока закрою крышечкой, чтобы было тепло. Так, сейчас возьму следующий. Вот прям с листиками. Постараюсь с большим комом земли взять. Вот. Смотрите, какой ком земли хороший. Этот прям у меня с листиками, смотрите. Уже листики стали развиваться. Что говорит о том, что черенок прекрасно развивается. Просто прекрасно. Видите? Там уже хорошая корневая. И для того, чтобы мне ее не потерять, я сейчас ее прям вот так постараюсь высадить. И только сверху. Там стаканчик маленький, наверное, будет. Ты знаешь, не исключено, Паш. Ну, понимаешь, если брать больше сейчас, то тоже они там могут закиснуть. Тут такая вещь, что вообще растения надо периодически пересаживать. Когда вот мы выращиваем их. Вот так вот делаю, друзья. И сейчас просто по бокам буду присыпать. Вот так. Чтобы мне не разрушить вот этот ком. Вот эту субстанцию уже с землей. Смотрите. По-моему, вот этот прям отлично. Так. Ну вот, смотрите. Вот так. Вот так получилось у меня. Немножечко проливаю по бокам. Чуть-чуть. Не делаю сейчас много влаги. Много влаги сейчас не надо уже. Уже сейчас не надо нам 100% влажность делать. Просто надо, чтобы была увлажненная земля. И опять убираю в наш контейнер. Второй черенок готов. Ну и вот таким образом, друзья, я сегодня буду пикировать все свои череночки. А это метельчатые гортензии. Еще крупнолистых. У меня тут, наверное, штук 8 осталось. И потом вот этот контейнер, друзья, я опять поставлю на северное окошко в дом. Да, многие меня спрашивают. После того, как растения подрастут, куда я их буду девать? Впереди зима. Ну, смотрите. Существует тут два варианта. Дома, конечно, держать не вариант. У растений совьется весь цикл их развития. Особенно у метельчатых гортензий. Да и у крупнолистных также. Но для этого, в принципе, хорошую функцию выполняют наши подвалы, у кого они есть. Либо какие-то холодные террасы, куда мы сможем вынести. У нас, кстати говоря, неотапливаемая баня есть. Она у нас зимой не топится. Но там температура такая поддерживается всегда 0, плюс 1. Вот так, да, Паш? Да, примерно. Вот. На балкон может быть. Да, но балкон у нас немного отапливается. Там температура повыше. Там где-то плюс 7, плюс 8 может быть. Там слегка подтапливается пол. Так не сильно, но мы сильно не делали. А вот баня прекрасное место для того, чтобы их зимой передержать. Поэтому, скорее всего, друзья, они у меня пойдут в баню. Я буду просто слегка увлажнять им землю по мере необходимости. И я думаю, что они прекрасно там перезимуют. Но после того, как они у меня сейчас хорошо приживутся, я их начну потихоньку закалять. Буду выносить на балкон на прохладный. Чуть-чуть оставлять, потом заносить. Но так же, как мы закаляем и рассаду. И после того, как они у меня закалятся, я уже их на зимовку, друзья, отправлю в неотапливаемую ваню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здесь вот, друзья, видите, от конденсата образовались вот такие небольшие у нас на листиках, как мы можем видеть, чернота. Я ее сейчас при пикировке обязательно обрежу. Вот, видите, вот так вот. Сейчас я все обрежу. И вот это верхушечные побеги. Посмотрите, как отлично укоренились. Уже листья во все растут. Я хочу сказать, что верхушки укоренились лучше, чем серединки. Вот серединки я только что вам показывала. А вот это верхушки. Верхушки лучше укоренились. Они как-то быстрее, и листья у них уже растут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, и, знаете, хотела вам сказать такой момент. Вот сейчас сама вынимаю вот эти отросточки. И какие-то хорошо вынимаются с комом земли, удается хорошо взять. А какие-то вот сейчас не сняла, но предыдущие прям вот весь оголился корешочки, вот такие беленькие, маленькие. Вы их, пожалуйста, будьте осторожны, аккуратны, не поломайте их, не засовывайте их в землю, а просто вот так вот ставьте в стакан, да, вот, ну, как я, например, делаю, и просто сверху по бокам подсыпайте землей очень-очень аккуратно, чтобы не поломать вот эти наши такие вот нежные-нежные корешки. Вот просто по бокам подсыпаем землю. Ничего, здесь мы стараемся действовать очень аккуратно, никуда не надо запихивать, вот так вот. Утрамбовывать? Ну, нет, утрамбовывать, конечно, можно, но вот потихонечку, очень аккуратно. Да, очень аккуратно, друзья, потому что корешочки очень нежные у гортензии сейчас. Вот у меня прошло с момента того, как я высадила черенки на укоренение, вот сейчас до пикировки две недели, друзья. И то, если честно, можно было уже давно пикировать, им уже тяжело было, вот эти корни, они лезут, 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 а места не хватает. Я уже, мне тут просто неудобно было в таких маленьких контейнерах подсыпать под них землю. И поэтому вот пришло время пикировать. Так, ну практически набился полностью весь контейнер. Вот еще, наверное, можно один стаканчик поставить. О, вот это вот хорошо взялся, видите, как хорошо прям землицей, прям отлично. Просто ставлю его на землю и по бокам подсыпаю землей. Тут уже развивается листик верхний, вы видите, значит, там все прекрасно с корневой системой. Я не стала ее тревожить для того, чтобы там смотреть, что там. Не надо оголять корневую. Листья развиваются новые. Ничего не завяло, значит, все отлично. Все прекрасно. Наше дело предоставить теперь место для того, чтобы наши череночки развивались. Ну и вот последний черенок у нас готов для этого контейнера. Сейчас чуть-чуть потесним. Что делаю дальше, друзья? Дальше сверху чуть-чуть опрыскиваю. Вот так вот больше не поливаю, а просто сверху опрыскиваю. Закрываю крышкой и отправляю, как я уже сказала, на северный подоконник. Каждый день я буду, конечно же, их приоткрывать. Ну, возможно, даже вот так вот. Чем удобны такие контейнеры с крышкой, что можно вот всегда крышечку даже отодвинуть и не полностью открывать, а вот по чуть-чуть начинать. И, собственно говоря, там будет влажно сейчас для укоренения и очень легко проветривать. Ну, друзья, вот такое видео у меня сегодня получилось. Я очень надеюсь, что оно вам было полезным, интересным. Возможно, вы тоже попробуете черенковать свои гортензии, да, начеренкуете целую кучу, рассадите, да, очень много. Как какой-то, не знаю, бордюр красивый сделаете, да, из крупнолистных гортензий. Либо метельчатых начеренкуете, красивые кусты у вас будут цветущие на участке. Ну, друзья, в этом видео с вами прощаемся. Сегодня практически не участвовал в съемках Буян. Он понял, что как-то ему не очень интересно видно показалось черенкование гортензии, да. Вот, наверное, когда мы будем самшит черенковать, ему это будет больше интересно, да, Буян? Буян у нас, друзья, любит самшит, уже самшит пришлось огородить. Я уже там загородку сделала, вот, из сетки, иначе, в общем, Буян самшит вообще не давал покоя. Давай лапу, со всеми попрощаемся, друзья, пожелаем вам всем хорошего-хорошего настроения, ясной, теплой, весенней погоды, отличных, а? Осенней. Осенней, а я сказала, весенней, вот это да. Я уже о весне думаю, видишь, уже черенкованием начала заниматься, глядишь скоро семена. Это на улице правда, как весна, в принципе, так. В общем, друзья, никак мы с вами не простимся, видно, не хотим расставаться. Но все-таки мы прощаемся, желаем всем отличного осеннего сентябрьского настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok